всем привет сегодня ролик про кухонные гарнитуры совсем недавно я снял про кухни невидимки это те которые растворяются в интерьере а сегодня я вам покажу 10 кухонь которые просто выбиваются из общего контекста они настолько необычны что мы даже подумать не могли о том что такие кухни могут существовать тем более что ими пользуются нормальные люди готовят на них а самое главное наслаждаются их внешним видом в общем необычные кухонные гарнитуры выбивающиеся из всех привычных нам стереотипов погнали смотреть друзья сейчас я вам покажу 10 вариантов необычных непривычных нашему глазу кухонных гарнитуров это стоит вашего лайка ну и конечно подпишитесь на канал чтобы быть в курсе всего самого свежего и интересного в мире дизайна интерьеров а я начинаю итак первый в нашем списке это вот такой вот прекрасный экземпляр кухонного гарнитура и если посмотреть поближе то даже с первого взгляда и не понять что эта кухня но это на самом деле кухня которая превращена в какой-то элемент интерьера посмотрите как будто это тумба из которой вырастает какой-то необычный фартука это какая-то необычная плитка друзья а сверху сделано зеркало состаренное посмотрите какая прелесть со светильниками сверху но это не главное там еще сделана полка и расставлены картины с декором боже что же такое мы так не привыкли делать мы всегда спросим а где же шкафчики в которые нужно составлять посуду где я буду хранить свой бабушкин сервис так вот друзья здесь много ящиков внизу обратите внимание там и будете хранить свой сервис чем меньше шкафов висит на стене тем интерьер воздушнее но а это кухня номер один в нашем списке в списке необычных кухонь и необычных решений вторая кухня из разряда необычных это я даже не знаю как это назвать посмотрите на фасад этой кухни это просто какое-то произведение вырезательного искусства то есть что нужно было сделать чтобы вот так вот волной загнуть эти доски или что из чего это сделано но подозревая что скорее всего из мдф а такое ощущение что эта ткань но это не ткань это дерево но это еще не все здесь еще и столешница выпилена такими же волнами чтобы все совпадало и столешница и вот эти вот дверцы которые на дверцы то не похожи поэтому мы больше хотим как то даже вот вот эту структуру необычную разглядывать очень необычно очень интересно и азки дорого я просто даже представить не могу сколько денег возьмут за то чтобы сделать такую кухню зато очень необычно из необычного здесь также фартук который открывается скорее всего я могу предположить за которым в узеньком шкафчике стоит много всего полезного когда мы начинаем готовить но когда не готовим обратно закрыли еще мелком сможем сверху порисовать ну и в завершении всего еще и картину сюда забацали друзья посмотрите какая прелесть короче не надо бояться вешать картины на кухне это всегда красиво и необычно третья кухня картинная галерея про картины я уже сказал а сейчас я вам покажу как используют картины на кухнях друзья посмотрите вместо фартука висят картины и люди не задаются вопросом боже мой как я жир буду оттирать от этих стеночек ведь все запачкается ведь все забрызгается а вот так вот повесили картины и если чё тряпочкой протерли тем более что они за стекло но ребята посмотрите какая прелесть и теперь даже кухней на кухню то не особо похоже в любом случае ей можно любоваться эти картины могут быть какие-то дорогие вашему сердцу произведения купленные на крисбис или соцбис или где там еще дорогие картины покупают а если денег нет то можно просто в картинной галерее на вашей любимой улице ну или детские рисунки взять красиво оформить как это я сделал в своем собственном интерьере теперь приходят гости и все удивляются ничего себе какая красота вот надо главное уметь правильно оформить короче говоря картины на кухне без верхних шкафов это очень необычно а главное красиво кстати обратите внимание как светильники подвешены провод выходят из стены зацеплен на потолок и светильничек опущен вниз очень необычно по моему но сейчас приготовьтесь ваши шаблоны будут просто разрываться это номер четыре кухня рамочка или кухня рамка или линия или что это такое вообще непонятно то есть это какая-то фиговина сварена из железного уголка покрашена в яркий синий цвет и все представляете как можно было вот так вот ну правда здесь сделано столешница из стекла но опять же стекла столешница из стекла оно прозрачное и сквозь него видно и такое ощущение что сейчас мойки и разделочные доски в воздухе висят но не воздухе это стекло а на заднем плане в стене встроено яркое желтое пятно это духовой шкаф друзья но увидели ли вы где-нибудь такое если да срочно напишите в к и в комментариях если не видели тоже напишите я буду счастлив если вас удивил вряд ли правда вы такое используете в своем интерьере но как идея очень хороша можно как элемент где-нибудь применить пятый вариант точно подойдет для тех кто купил квартиру или какой-то дом полуразрушенный и хочет срочно туда заехать и начать жить и непримерно готовить на кухне берете отдельно стоящую столешницу встраиваете туда мойку сверху варочную поверхность прям столешницу прям стол и все ставите посередине причем как попало подключаете газовый баллон и вуаля кухня готова но правда не забудьте вон там еще колонну поставить с духовочкой с духовочкой и с винным шкафчиком и что там кофе-машина ну короче вот все что вам нужно туда в колонну и встроите ну холодильник холодильника нет но наверное где-нибудь на заднем плане друзья ну по-моему как идея это прекрасно просто столешница в которую можно просто встроить все что захотите в общем у кого дачные домики пользуйтесь вариантом по моему классно можно шторочки еще по периметру повесить чтобы не видно было этого баллона и вообще шикардос ребята я не мог не показать эту кухню под номером шесть это кухня переноска друзья у нее даже свой чехол есть представляете какая штуковина то есть если вы купили вот такую усенькую малюсенькую квартирку и любите выезжать еще при этом на дачу этот вариант для вас берете достаете из чекла кухню разворачиваете ее все необходимое под рукой столешница есть полочки есть кармашки для посуды есть крючочки для сковородочек есть короче все как надо не в не очень большом размере но как раз для микро квартир понимаете там если у кого-то там 12 квадратных метров или 19 пожалуйста чем вам не кухня а когда захотели поспать кухню свернули в уголок поставили развернули матрасик и поспали по моему шикарно друзья шикарно сразу ставьте лайк я считаю что эта кухня заслужила лишь их лишь ахш целых три седьмой вариант кухня робот-трансформер которая крутит своими лопастями и вы можете эту кухню свернуть развернуть вот прям как веер знать вот такое волшебное есть такое штука это раньше когда кондиционеров не было веера вот так разворачивали и вот так вот ими а амахивались а а по опахивались и вроде бы как по прохладнее становилось сейчас уже про веера немножечко забыли но вот зато вспомнили когда начали делать кухонный гарнитур вот такая вот странная штуковина которая сегментами расправляется и здесь есть и рабочая поверхность и шкафчики для хранения и мойка и даже духовочка вон присутствует представляете какая штука кто бы мог подумать я даже в голову себе не мог такое представить когда не как пока не увидел это вот на выставке на выставке по-моему миланское это дело было вот такую штуку мы видели очень необычно и интересно короче если у вас хрущевка ставите посередине когда надо в левый угол когда надо в правый угол не надо вообще свернули и там что-то кресло с телевизором поставили ну по-моему класс вообще в общем вот такие дизайнерские штуки есть а самое главное кто-то ведь этим пользуется друзья давайте предположим что на вашей кухне висит водонагревательный бак а может быть газовый котел с такой проблемой сталкиваются многие и вы знаете это кажется плюсом но на самом деле когда приступаем к оформлению кухни это становится явным кошмаром потому что непонятно куда девать эти трубы вот эти вот расширительные бачки и прочую хрень которую вот навешивают к нам в интерьеры понимаете ли так вот можно подойти креативно и минусы превратить в плюсы я у себя в студии всегда говорю если не можешь скрыть если не можешь победить проблему нужно ее усугубить и сделать наоборот явной вот вам пример посмотрите на эту кухню что увидите вы видите штуки на стене это и есть газовый котел расширительный бачок ну и еще туда кучу всего при сандалили но посмотрите как подошли креативно к вопросу и сделали из этого настоящую композицию то есть вот эти вот всякие прямоугольники баки трубы они сделал сделали с каким-то рисунком красивым сделали кстати как здорово выглядит еще и зеркало сюда добавили явно эта часть композиции все это завязалось вместе с кухонным гарнитуром и в итоге это не выглядит как-то страшно и ужасно вот этот вариант вы точно можете взять себе на вооружение но не сейчас так на будущее может быть это не газовый котел а какая-то другая хреновина которая вас раздражает это может быть просто труба какая-то которую вы хотите в короб а вот здесь не стали зашивать в короб просто сделали все на виду и сделали частью композиции а каково ну классно же по-моему великолепно девятый вариант необычной кухни это когда дизайнеры решили поиграть в кубики и теперь у нас здесь шкафы кубики остров кубик и кухня кубик и все это вместе смотрится как будто как какой-то большой конструктор привет конструктивисты но правда ведь здорово и с цветом поработали и с формой и про функционал не забыли и теперь попадая на эту кухню и ведь не скажешь что на кухню попал хочется все разглядывать трогать щупать открывать наслаждаться этим произведением искусств я не побоюсь этого слова но уж точно это кухня из разряда необычных согласитесь если согласны сразу лайк ставьте ну а я перехожу к десятому варианту десятый вариант друзья заключительный здесь я решил вас порадовать формами посмотрите какой остров это же просто какая-то здоровенная бочка но она прекрасна это остров круглой формы обычно все это делают квадратным прямоугольным а здесь просто круг и вокруг него можно ходить и даже бегать не забыли про функционал есть удобная полочка на которую можно поставить баночку тарелочку кастрюлечку да и вообще все что угодно а варочные поверхности тоже кругленькие посмотрите как они разбросаны по поверхности по моему это замечательно не забыли и про верх вытяжка тоже является частью композиции с таким козырьком который накрывает этот остров по моему тоже достойно эта кухня быть в разряде необычных и где-нибудь в своих интерьерах мы обязательно попробуем это сделать прямо вот всенепременно потому что круг это самая доброжелательная форма друзья спасибо что досмотрели до конца за это вам бонусом покажу еще одну кухню многие заказчики когда к нам приходят просят мне в стиле прованс вот друзья для вас стиль прованс шторочки на острове остров тоже достоин быть облагорожен тканюшечками рюшечками быть таким вот деревенским я бы сказал но по моему прекрасно друзья короче не надо бояться шторочек смело используем в интерьере особенно это касается тех у кого денег не очень много бюджет ограничен а очень хочется сделать красиво вот вам вариант ну или обращайтесь к нам мы всегда сделаем красиво и учтем ваш бюджет дорогие друзья ставьте лайк подписывайтесь на канал друзьям пошлите видео оно же полезно где вы увидите еще такое необычное вам ведь что покажут по интернету речки на стенах лаконичную кухню белую с черным и встроенные трековые светильники на потолке вот где вы еще возьмете такую необычность как не у меня на канале поэтому пишите в комментариях понравилось или нет задавайте свои вопросы подкидывайте темы про подписаться я сказал да сказал лайк ставьте и на колокольчик жмите все всем пока да пребудет с вами муза а